И всем всем привет, с вами Эсклет, в этом видосике я зайду на аккаунт самого богатого ютубера в Блоксфрутс, чуть позже вы узнаете кто это, либо может уже узнали по превьюшке, я не знаю, ну а короче, это видео будет реально очень интересным, я даже там сделаю кое-что интересное, много чего интересного там сделаю на этом аккаунте, не только обзор будет, еще и кое-что по делу, узнаете об этом в видосике, так что смотри это видео до конца, ну а также поставь лайк на это видео, подпишись на мой канал, и подпишись на канал этого ютубера. Ссылочка будет в описании, ну а также не забудьте зайти в мой дискорд сервер и мой телеграм-канал, ну а я приступаю к видосику, погнали! РБХ3, это сайт, у которого робоксы всегда есть в наличии, и вы сможете их купить в любой момент, курс сейчас на сайте 1 рубль 2 робокса, это, ребята, очень-очень выгодно, у них есть очень много способов оплаты, и вы сможете оплатить любым удобным для вас способом. Также у РБХ3 проходят очень частые конкурсы в их телеграм-канале, у них происходят конкурсы на робоксы, всякие ивентики и много чего другого. Вы можете сейчас отсканировать QR-код и перейти в их телеграм-канал, ну или же под ссылочкой в закрепленном комментарии. Ссылка на сайт и на их телеграм-канал находится в моем закрепленном комментарии, переходи на сайт и покупай робоксы только там. Итак, я нахожусь, получается, на аккаунте самого богатого ютубера в Блокс Рутс, это Андрес. Привет, меня зовут Андрес 2010, про Будда Юзер. Да-да-да, это все он, 2014 должен был сказать, не 2010. Такс, что же у нас тут есть? Ну, у нас 2600 фолловеров, у нас аккаунт зарегистрирован в 2014 году, неплохо так. У тебя, получается, ну да, маловато как-то робоксов, 5000 всего, ну как-то, блин, у меня этого 400 больше, чем у тебя. Такс, что у нас есть дальше? Тогда посмотрим, в какую последнюю игру ты у нас играл. Последняя игра у нас была, в которой ты играл, это же, ну, конечно же, Блокс Рутс. Не-не-не-не-не, это фейк, я играл в ДопКМИ. Никто не сомневался, никто не сомневался, ну и Блэдбольчик, вижу здесь. Такс, давай зайдем знаешь куда-то, давай зайдем в робоксы и посмотрим, сколько же ты робоксов потратил, например, за последний годик. Никогда в жизни, я не донатер, я не донатил никогда в жизни. Я уже вижу, что у тебя минус 4000, еще при этом 4000 на аккаунте. Это фейк, это я скамнул бота, скамнул арабу. А, ну, хорошо, хорошо. Такс, давай нажмем, например, ну, за 7 дней, сколько ты тратил? 2500, да, куда, непонятно. Хотя, ну, давай, хорошо, куда ты потратил эти? Помнишь, нет, свои расходы? Ну, я так сильно люблю своих подписчиков, что я разыгрываю плюс один пермфрукт в инвентаре, ну, килофрукт трандомный. Нормально, хорош, уважуха, плюс респект в комментариях Андресу. Нажимаем пастьер и тут 54 тысячи, чего поджия, это... Ага, ну, 54 тысячи робоксов, ну, слушай, ну, мало, мало, да? Из которых 10 тысяч у меня списал сам робокс, потому что я настолько огромный донатер, что робокс считает, что я эти робоксы ворую. Не-е-е, нифига себе. Я думаю, что это такое. Смотри, у тебя, слушай, поступление скоро будет, 52 робокса, неплохо так-то, да? Это моя стипендия. О-о-о, она ютуберская зарплата, как бы. Да. Такс, хорошо, давай зайдём в хом и зайдём, как бы, уже в Блокс Фрутс и посмотрим, что же у тебя есть там. Итакс, у тебя, получается, активированы x2 монеты, x2 мастер, мастер есть и чё-то там недочисло, ладно. Задёмся без опиратиков. Такс. У меня нету 2x, а нет, не 2x, у меня нету фруктный тифайр, потому что... Кому нафиг нужен? Ой, тебе закончился x2 опыт, как жалко. Капец, ты истратил мой 2x опыт? Он сам закончился. Такс, хорошо, у тебя 12 лямочков монет. Богатый, богатый, дорого-богато. Это я одного сибиста грохнул. Было бы хорошо, если бы сибиста так давали, конечно же, да. Такс, ну, у нас тут 2,5 ляма в баунте, но как-то слабовато, слабенько, слабенько, да? Нужно как бы тебе попрокачиваться уже всё-таки, сильнее становиться как бы надо. Ну, я советую тебе глянуть на мои фрагменты. П, а? Советую глянуть на мои фрагменты. Фрагменты, хорошо, у тебя их 42 тысячи. Нормально, хорошо, нормально, неплохо, немало. Это у меня... А, это 2 сибиста, да, ну, неплохо. Это у тебя свой сибист какой-то, ты его сам создал? Да, его зовут Евгений. О, приятно познакомиться с ним. Так, с 1900 левел, ну, скоро ещё чуть-чуть, ещё пару видосиков, и у тебя уже будет максимальный левел. Что ты будешь делать после максимального левела? Вот ты сейчас проходишь как ББФ, да, по уровню, а потом что ты будешь делать, что ты будешь снимать потом, после максимального. Я надеюсь то, что я при достижении максимального уровня точно не словлю себе рак мозга, но и смогу себе потом после этой цели успешно заварить Роллтон. Роллтон после максимального левела, это весьма богато звучит. Да. Ну, это если ты ещё останешься в уме, конечно, в сознании, а то потом до максимального левела качаться, это, конечно, очень жёстко. Так, давай посмотрим, какие же у тебя есть пермфрукты, ты у нас получаешь самый богатый ютубер в блог с фрукс, да, потом узнаем по позиусу, почему именно так. Ну, а сейчас заходим в менюшку, в магазин, и давайте сначала, ну, не пермфрукты, хорошо, донат, сначала донатик лучше, это самое интересненькое. Так, x2 выпадение у тебя есть? Есть. Быстрые лодки? Есть. x2 монеты? Есть. x2 мастери? Ну, у Даркблейда, я вижу, тоже есть. А, Нотифайр? Ну, ты сказал, что его нету, да, у тебя вроде бы? А, кому он нафиг нужен? Ну, у меня есть всё, у меня он есть. Ну, ладно, я тогда не ищу. Ну, у меня там и честное находило. Ребята, подарите мне фрукты на Тифайр. Да, надо, надо. Так, хорошо, перментные фрукты, давай. Килопарт. У нас тут есть килопарт, хорошо. Кила, есть. Остальное, такс. Э, в смысле, у меня нету вращения? Купи вращение мне. Вращение? Да, купи, 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 купи. В инвентаре или нет? Подарите мне в инвентаре. Можно в инвентаре, ладно. Давай в инвентаре, так будет эпичнее. Сторой инвентаре. И вращение тебя покупаем. Я покупаю тебя за свой счёт, понимаешь? Я тебя покупаю за свои робуксы. Сторит, первым инвентаре, у тебя теперь вращение. Мы заходим... Нет, пока не заходим. Там, попозже. Так, ладно. Дальше. Чё, попружинные бомбы нету? Дыма, шипа... Ну, как-то всё прям... Ну, слабенько, слабенько. Нужно побольше всё-таки пермфруктов. У меня даже пермфруктов побольше, понимаешь это? В смысле? У меня самые офигенные пермфрукты, смотри, видишь? У меня все они есть. Они на расстоянии вытянутой руки, их просто купить надо. Ну, верно, да. Их главное просто купить надо. Так, что есть ещё больше? Ничего нету? Ну, леопард есть. И килл есть. Получается, это киллопард всё вместе. Первомоментный киллопард. Жёстко. Жёстко, 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 жёстко. Я бы нажал его использовать, подтвердить. Да, ты можешь его использовать, если хочешь. Потому что буду, мне сейчас всё равно не нужна. Давай, я нажму подтвердить, потому что я ни разу не играл за леопарда. Я даже не знаю, что он делает. Например, знаю, но сам не играл. Так, ну ладно, мы всё-таки зашли сюда не обозревать леопарда, а всё-таки обозревать аккаунт ютубера. Так, давай займём всё-таки, теперь можно зайти в инвентарь. Да? Что у тебя там есть? Много чего есть интересного в инвентаре? У меня есть куча материалов. Куча материалов. Хорошо, давай нажмём всем. У тебя Dark Blade есть. Но у тебя нету... Это V5. V5, это отлично. У тебя нету... Но он без звёздочки. Звёздочка, это пусть так. Звёздочка, потом получу, когда с ним... Нету ТТК у тебя, нету косы и нету КДК. Но КДК ещё тирана, ладно, хорошо. Но ТТК, как бы, можно было бы всё-таки получить. Как бы, почему бы и нет? Не спорю, а потом попробую как-нибудь это получить. Но для этого мне нужно немножко обничать будет. Ну для этого, ну там, нужно потратить всего-то 8 лямов монет. Всего-то, да. Накопим как-нибудь. Так, у тебя есть пол V2. У меня его даже нету. У меня даже V1 вроде бы нету. Ну, окей, хорошо. Что мастера не фуловая? Мастер не ушло. Я нищий, мне было лень качать. Как-то у тебя прям люто мало мещей. Блин, офигеть. У тебя их... Всего-то тут вот 8, 9, 10, даже 9. Всё. Ооо, моя самая любимая, это вот двойной крюк. И знаешь, как я его называю? Советский Союз. Получается, у тебя всего 9 мяча. Почему так мало мячей? Ты же вроде проходишь весь БФ, а у тебя так мало мячей. Ну, понимаешь, мячи-то второстепенные, а мячи потом можно будет как-нибудь. Золотать, убив там какого-то Бобика. Так, ну ладно, хорошо. Что здесь дальше? У нас есть всего 2 пушки. Всего 2 пушки. Как так? Почему так мало? Где? Потому что моя основная пушка, она у меня в штабах. Ну, блин, как бы рогатка-то нужна же, чтобы была. Это самое сильное оружие. Достань её, достань её. Послушай звуки, которые она издает. Это прекрасно. Достань вот кабучу. У тебя её нет? Есть, вот. Я про рогатку. А, ну я её думал, ты говоришь про кабучу. Достань кабучу, она офигенно звуки издаёт. Это, наверное, самая лучшая рогатка. Офигенные звуки. Ну, давай, давай, слушаем сеттинг, звук поставим. Ну, неплохо, в принципе. А стрельни в этого 30 лямника, который с дарглэйдом и 3. Ой, по-моему, ты его сильно разозлил. Ой, нет, не надо. Нет. Спрячемся сюда вниз. И давай заодно посмотрим, какие у тебя есть ещё цвета хаки. Такс. Какого специалист? Конечно. А, что такое цвета хаки? Что такое цвета хаки? В смысле? Ну, хаки это вот, смотри, у тебя вот хаки черные. Ты можешь сделать его цвет как бы любым, который не доступен. Блоксрус. Интересно, интересно, очень интересно. Да, доброе утро. Ну, я так понял, у тебя нет ни одного, да? У тебя ни одного нету? Я до этого момента, честно сказать, не знал, что такое цвета хаки. Но теперь я этим вопросом займусь. Ну, они покупаются не только как бы за робоксы, вот. А ещё и там у продавцов, таких в белых халатиках, спаминцев, в конкретных местах. И там они стоят по 2 или 3 тысячи хаки цвета. Всегда рано. Короче, к этим кассирам, к этим сквидвардам я ещё успею подойти, купить у них что-нибудь. Хорошо. Но это уже будет как-нибудь в другой раз. Так. Какой у тебя сейчас титул стоит, мне интересно. У тебя сейчас никакого. Ну ты чё? Я не знаю, чё такое титул вообще. За 3 титула у тебя есть. Хорошо. Ну вот, тут титул как бы даётся за выполнение каких-то заданий. Ты можешь что-то сделать. А есть за V4? Генезис, Киборг, V4. Кстати, прикольный. Да, пустаем. Он ещё такой розовенький, фиолетовый. Вообще офигенный. Мне он тоже нравится. Ух ты. У меня теперь есть админка на сервере в Майнкрафте. Офигеть. Уху, ей. Тут, короче, много чего. Можете полистать, как бы там, выбирать. Может тут цвет, но как бы по умолчанию самокрасивый. Так, ладно, хорошо. Мы как бы Андрес ещё получили немножечко так, чисто как БФ играть. Так, скажу, давай продолжим. Спасибо за полезную информацию. Обращайся. Такс, у тебя всего три, нет, четыре шапки. Ну что это такое? Что это такое? У тебя четыре шапки всего. Это как так? Как ты мне это объяснишь? Ну правда, одна из них это не шапка, а красная бандана. Но она всё равно считается как сар на голову, а не на шее. Ну я тоже думал, что она на голове будет, а я сейчас сам в шоке от того, что она на шее оказывается. Ну теперь я Абу-бандит. Видимо, может и меня здесь тоже получим, блок срослым. Такс, что есть у тебя тут ещё? Плащики, короче, да? Ну это всё ладно, скучить-ка. Такс, я уже вижу дракончика. А тут у нас дракончика вижу. Но у тебя нет леопарда. Ну есть первая леопарда, но нет обычного. Ну как так-то? Ну леопардов всех я раздал, потому что... Кому нужны эти леопарды? Угу, хорошо, круто. У меня тоже, у меня их было 6 или 5, я не знаю, где у меня теперь их они. У меня ни одного нет. Так, у тебя есть один дракончик, один спирт, один контроль. Сколько у тебя фруксоров? Ой, сорожей четыре, да, получается? Ну, неплохо. В принципе, нормально. Так, Веном, Шэдоу, три теста. Неплохо, но можно схавать. Такс. Гравити. Близзард, ну, короче, дальше всё скучненько, скучненько. А вот три с Феникса ещё, тоже прикольно. Такс, дальше всё фигня. Всего лишь три килла, ты как так-то? Ну, блин, я не настолько крутой, чтобы коллекционировать килла. Ну ладно. Такс, дальше у нас есть уже прям повкуснее такая штучечка. Такс, первый момент Будда. Для чего тебе первый момент Будда в инвентаре? Ну, смотри, Будда, он такой толстенький, жирненький, но он напоминает меня в детстве, поэтому я очень хочу сохранить эти воспоминания вся в инвентаре, вот, и носить их с собой. В напряжении всей своей игры и блокструк. Хорошо. Первом вращение тебе нужно, как бы, активировать. Да. Всё. Супер. Теперь у тебя три первом вещи. Первом вращения теперь нету. Так, с Dark Blade. Зачем тебе Dark Blade в инвентаре? Dark Blade? Dark Blade он для розыгрышей, потому что Dark Blade я уже себе не могу взять повторно в инвентаре, но я могу его разыграть. Угу. Х2 мани, зачем тебе? Х2 мани, опять же, на розыгрыше. То есть, все первые вещи, которые у меня есть, они, по сути, идут на розыгрыше, потому что, что мне ещё с ними делать? Если я это съем, это будет не так интересно, допустим, кому-то раздать. Хе-хе. Угу. Давали плюс 10 опыта. Это было очень круто. Но мне пришлось это время скипнуть, потому что я не хотел быстренько опыт получать. Это было как мини-читерство. Угу. Я понял. Хорошо. Так, дальше у нас, ну, дальше скучно, скучно. Ну, вот, клык есть один игрок. В смысле скучно? 69 кожи! Ты чё? 69? Ну, вот, клык ещё есть, ангельские крылья, хорошо, 43 есть. Ну, это... Йети. Йети маска есть. 7 штук, прикинь? Жесть. Болтики, винтики, карточки. Так, получается. Ну, самое главное, у нас раса киборга, мощная, красивая, суперская. Как тебе раса киборга? Давай оценочку. Раса киборга? Ну, слушай, когда крылья снаются фиолетовыми, и эффекты на экране фиолетовыми, тогда становится вообще кайфово, потому что фиолетовый цвет он прекрасен. А так, голубой, ну, слушай, он, конечно, немножко подчёркивает ориентацию, но не на 100%. Угу. Ну, если бы ещё розовый, да, перемешка, было бы прям отлично, да? Да, да, да. Почёртала бы полностью. Хорошо, ладно, такс. Ладно, я хочу себе дождь их заварить. Подожди меня примерно минут 15. Ну, хорошо, я пока что поснимаю, пока что без себя, если что, то там что-то наделаем. Давай, я тебя жду, если что. Хорошо. Всё, давай тогда. Такс, всё. Андрессон сошёл, и знаете, какой у меня есть план? У меня есть такой прям хитрый, суперский план. У него много чего сейчас было в интерьере, и давайте сейчас это раздадим. Просто найдём ровно подписчиков, которые здесь есть, или подписчики, я не знаю, ну, видимо, здесь подписчики всё-таки, ведь они находятся на паблике. И давайте кому-то что-то раздадим, какие-нибудь перманентные фруктики, либо ещё фруктики какие-нибудь, либо ещё того. Такс. Так, сядем сюда вот. И греха, 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 греха. Можно ему дать, он даёт контроль яд. Не-не-не-не-не-не-не-не, кого-то другого. Так, банка, держи тебе феникс. Давайте напишем подарок, подарок, напишу ему подарок. И я хочу, чтобы он принял от меня феникса, по-быстрому пока есть такая возможность. Так, он даёт лапу, ну хорошо, лапу на феникс, думаю, в принципе, нормальный трейд. Давайте ему дадим по-быстренькому. Всё, трейдик совершён практически, и всё, я дал феникса, и теперь можно ещё поддавать парочку других перманентных вещей. Так, давайте сядем за трейдик, и посмотрим, кто же к нам сядет. К нам сел вот этот челик, окей. Что же можно ему дать? Тут есть очень много всего. Первый момент Будда, первый момент спин, x2 мани, два Даркблейда, и дальше ничего, он что-то мне даёт. Давайте дадим ему... Ну, я думаю, можно дать ему, в принципе, первым спин. Думаю, неплохо. Держи. Такс, и давай. Ну, в принципе, можно. Ну, я думаю, что Андрес не нравится сердиться, если что Андрес Сорианчик. Ну, это всё, во благо, контент, естественно, делается. И всё, минус первым спин, первым спин я уже отдал, и сейчас нужно бы что-нибудь ещё отдать, а то как-то слишком жирно, наверное, будет здесь, да? Что тут ещё у нас есть? Давайте посмотрим, у нас осталось... У нас много чего здесь ещё есть. Первым Будда, это два Даркблейда и x2 мани, окей. Кому можно что-то ещё отдать? Давайте посмотрим, кому уже можно ещё что-нибудь отдать. Челик пишет, дб, подари мне. Ха-ха-ха. Да, конечно. Вот я ему подарю лучше, вот этому челику с ником Less Must Have. Держи тебе... Дам тебе Даркблейдик. У-у-у, он даёт тесто, но я дам Даркблейд ему дам. Дам ему Даркблейд, думаю, неплохо. Думаю, трейд очень будет выгодный и хороший. Такс, он... Он ничего не хочет давать. Он ничего не хочет давать за тесто? Ну ладно, давайте просто отдадим Даркблейд. Вроде бы... Ну, норм трейд, я думаю... Ребята, напишите в комментариях, как вам ещё эти трейдики, хорошие или же нет. Я думаю, что трейды очень-таки даже, ребята, честные. Всё, я отдал ему, и он моментально... А, нет, я думал, что он моментально вышел, но... Вот он. Он пишет ОМГ, всё, ребята, я ему отдал, и... Отлично, получается, я отдал сейчас первым спинчик, отдал Даркблейдик, неплохо. Андрес, я здесь... Ну, ты как бы всё понимаешь, во благо контента делается. Так, вот мы переместились как бы в третий мирчик, и давай посмотрим, что у тебя есть по статистике. Что у тебя есть, какая статистика. Зайдём, как бы, кстати, в статистику обычную. У тебя тут меч максимальный. Защита 1500-ый, нижний бой 149-ый. Почему так прокачано? Первый видишь такое. Ну, слушай, ты можешь сбросить мои статы, потому что... Мне, в принципе, они нафиг не нужны. Ты сожрал леопарда. Ой, ну... Я с тобой согласен. Можно скинуть, и всё. Теперь я мощь, да? Да, это идеально. Это же леопард. Так, Elite Hunter, давай проверим, сколько у тебя убитых элиток. Прогресс нажимаем, и у тебя... Ну, 5 элитных... Ну, нормально. Для начала на 1900-ом левеле пойдёт. Норм. Так, хорошо. У тебя, кстати, воля какая? Воля V1. Ну, скоро это вы справили. Это, конечно, как бы очень-таки даже ужасно, потому что... Это полное мыло. Ничего не видно, да, здесь просто это жесть. Так, сколько у тебя убитых человек? Давайте посмотрим. Прогресс. А, ну, да, нельзя же смотреть на випки, ладно. Да, посмотрите, у тебя есть стили боя, в принципе, да. У тебя Dark Step есть. Первое самое такое вот изучить. Ага, оно у тебя платное, да? Или нет? Я его ещё не покупал, я даже не знаю. Понял, хорошо, так. Электрик, это... Ну, это вроде бы электрик, да, у нас? Да, я уже знаком с этим стилем. Да, это электрик у нас. Кунфу. В1 водный тоже нету, понятно. Но V2, наверное, тоже не будет. Так, супер хуман. Ну, понятно, один электрик, да? У тебя реально один электрик всего лишь? Да. Тут, кстати, пиратики заспавнивают, так что можно пиратиков немножко пофармить. А, нет, а может, буду фармить? Ладно, не полезем сюда. Вот, год хумана я постараюсь получить как-нибудь в следующих сериях. Он год хуман, это хороший стиль боя. Так, давай, как бы, сходим на какой-нибудь босика. Зафармить тебе босса. Крым будет вреда лепарда, конечно. И понеслась, как бы, дамажим. Только, можно я принять всех в союз, пожалуйста? Мне в союз покидали, отлично. Так, давай, где, где, где? Я не вижу. Вот, вижу. Так, блин, я очень давно уже не играл на воле V1, и я просто непривычно, ничего не видно. Ничего не видно мыло, и как-то не мой аккаунт, неудобно играть, что-то еще ужас. Ужас, непривычно, ну ладно. Думаю, мы по-быстрому справимся здесь с помощью твоих подписчиков, и будет все замечательно. Ну, слушай, это язычный босс. Я думаю, он тебя точно развалит, потому что это леопард. Ну, это, естественно, леопард сила, леопард мощь. Давай, 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 на. И все, почти добили его, и давай, чуть-чуть осталось, чуть-чуть осталось его добить. И, нет, я буду, я его добью, я хочу его добить, я хочу его добить, и я его добил. Все, у тебя леопард мастери поднялась, заработал немножко денег, но левел не поднялся, к сожалению. Ну, ладно, видимо, все-таки эта судьба оставит тебе круглую, хорошую цифру. Да, получается, этот нищий босс даже не захотел нас порадовать одним уровнем. Ладно, ну, бывает, пусть так. Так, давай, знаешь, что сделаем? Давай откроем фрукт. Надеюсь, можно открыть фрукт. Такс. У меня денег, ну, вроде как, хватает. Да, надеюсь, что КД не будет. Да, там уже 10 лямов, за то, чтобы фрукт ролить, да? Ну, думаю, да, думаю, хватит. Ну, да, да. И давай, и-и-и-и-и, давай, что выпадет? Ну, 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 нормально, ладно, пойдет. Алмазный фрукт? Да. Ну, что, в Майнкрафте? Можно было, конечно, и лучше, но, в принципе, вот так вот делаем. Если вы в тысячи не знаете, что у тебя первый леопард, то тут будет сейчас жестко, если они не знают. Сделай трансформацию на X. Я не могу. А, нет, Z-ка, Z-ка. А, вот, на Z. Ха-ха, капец, ты, блин, снеговик. Прикольно. Такс, что есть еще у нас тут? Да, в принципе, я даже не знаю, чего еще интересного можно показать на этом аккаунте. Этот аккаунт, он еще только начал свою жизнь, начал свои приключения. Все его ждет еще впереди. Еще развивается, но это самое главное, что он еще, у него есть светлое целое будущее у этого аккаунта. Да, целое, светлое, не донатерское будущее. Блин, короче, минут надо с монтажером поговорить, я подойду через минут пять. Хорошо. Я пока что отойду. Давай-давай, хорошо, я подожду тебя. Такс, ребята, ну, Андрес у нас ушел. И я еще хочу кое-что сделать. Я хочу зайти в магазин, купить ему фрукт-стор, еще один. Почему бы нет? Тут пять было бы прям вообще отлично, да? Круглая, хорошая циферка, купить. И давайте купим один фрукт-сторик, еще плюсом к нему. И покупаем. Давай, быстрее, пока не пришел. Так, все. Сторидж ту пять есть, отлично. Вещи проверим. Такс, теперь пять сторожей. Отлично, просто пушечка. Так, смотрите, вы поставите лайк на это видео, чтобы меня Андрес не убил. Ну, а я заканчиваю это видео, пока он по-быстрому не пришел у нас. И также подписывайтесь на канал Андреса и на мой. Ну, все, я... Итак, ребята, вот у нас наше видео подошло, как бы, к концу. Что мы сделали в итоге на аккаунте? Мы сделали обзор аккаунта. Я отдал рандомному человеку Darkblade. Купил фрукт-стор один. Потом купил еще PermSpin по просьбе Андреса. А также я еще, получается, отдал PermSpin. Ну, в принципе, было неплохо. Мы смотрели, сколько у него робуксов было потрачено за год. Это очень много, ребята, реально, это очень много. И еще много чего всякого интересного мы тоже обозрели. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Ну, а это было так. То ты поставь лайк на это видео. Подпишись на мой канал. Подпишись на канал Андреса. Ссылочка будет в описании. Ну, и заходи в мой Телеграм и в мой Дискорд-сервер. Ссылочки будут, ребята, в описании. Ну, а я заканчиваю на этом видео. Смотрим мои другие дочки тоже. Ну, и всем удачи. И всем, ребята, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok